Привет, с вами канал MadScience и сегодня будет очень много интересного. Сегодня вы узнаете, что будет, если индийский богомол увидит палочника, а также увидите реакцию паука на него. Видео создано исключительно с документальной целью и не призывает к насилию. В данном видео могут быть показаны принципы кормления богомолов. В последнее время этот песок в террариуме мне начал напоминать пустыню. Ну и я подумал, а что если его украсить немного такими вот декоративными искусственными растениями. Ребят, напишите в комментарии, нравится ли вам такое обновление в этом террариуме. Также напишите, что бы вы еще хотели сюда добавить. Ведь было бы прикольно, если бы мы вместе с вами украсили этот террариум. Ну и теперь пора выпускать нашего главного гостя. Ко мне приехал вот такой индийский цветочный богомол. Кстати, эти богомолы действительно необычны по своей красоте. Ведь на крыльях у них находятся настоящие смайлики. Ну и так как этот богомол пока еще маленький, то у него еще не сформировался полностью этот рисунок. Кстати, этот вид богомолов вырастает всего лишь до 4 сантиметров. В чем они явно уступают нашим зеленым обычным богомолам. Вот например, напишите, какого максимум размера вы видели обыкновенного зеленого богомола. Я, к примеру, в природе встречал около 7-8 сантиметров. Питается же индийский цветочный богомол такими же самыми сверчками. Только их размер должен быть минимальным. Кстати, когда я поставил этот маленький искусственный оазис, я немного позже пожалел об этом. Ведь все сверчки начали в нем прятаться. Ну и мне приходилось брать их пинцетом и подносить к этому маленькому богомольчику. Принцип охоты этого богомола, я думаю, вам уже понятен по его названию. Выходит, что этот вид богомолов зачастую охотится на цветах. И ловят там при этом насекомых, которые питаются нектаром. Ну а сейчас на столе у меня появилась еще одна коробочка. Кстати, вы что-то в ней видите? Я думаю, пока что вам ничего не видно. Ну а теперь, я думаю, все стало на свои места. Теперь встречайте еще одного гостя нашей рубрики. Это 15-сантиметровый краснокрылый палочник, который, к большому сожалению, приехал уже без одной ноги. Ну и как вы уже знаете, эти палочники очень хорошо умеют маскироваться. Хотя, как мне кажется, богомолы также умеют неплохо маскироваться. И вот у меня возник один вопрос. Что будет, если богомол увидит палочника? Либо наоборот. Как вы думаете, заметит ли богомол этого палочника? Да и вообще, кто кого первее заметит? Я, конечно, не играл в эти игры, но богомол впервые почему-то заметил меня. Ну и так как сверчки постоянно прятались в этой искусственной траве, мне пришлось на время ее убрать, чтобы маленький богомол попытался поохотиться. И, кстати, да, все эти сверчки, которых вы сейчас видите, находились в этой искусственной траве. Ну а сейчас мы видим незапланированную драку двух сверчков. Честно говоря, даже понятия не имею, что они там не поделили. Напишите в комментарии, если у вас есть какие-то догадки. За сражениями наблюдать дело одно, а принимать в них непосредственное участие совсем другое. В игре War Thunder ты можешь поучаствовать в величайших сражениях между бронетехникой, военно-морским флотом, авиацией и боевыми вертолетами. Здесь культовые Ми-24 «Крокодил» и американская «Кобра» утюжат градом ракет-танки, а с земли зенитки отвечают залпом снарядов с радиозрывателями. Ну а ветеран вьетнамской войны UH-1 Хьюи разносит хлипкие хибары из крупнокалиберного пулемета. Выбирай технику по вкусу из множества вертолетов, реактивных самолетов, современных танков и огромных кораблей. Усовершенствуй свою машину за счет передовых технологий. Изменяй ее внешний вид, чтобы каждый уничтоженный противник тебя запомнил. Ты можешь быть всегда сильнее, прокачивая экипаж от неопытных новичков до настоящих ветеранов. Топовая оптимизация позволит сражаться без проблем и лагов даже на ноутбуках. А реалистичная графика позволит тебе полностью погрузиться на поле боя с головой. Качайте War Thunder бесплатно по моей ссылке в описании и получайте крутые бонусы. Ну и вот как раз настал напряженный момент, когда сверчок подошел к этому маленькому богомолу. И богомол покачиваясь почему-то не стал нападать на него. Ну а в этом моменте подошло несколько сверчков. И, кстати, были сверчки подходящего размера. Ребят, напишите в комментарии, как вы думаете, почему богомол не нападает на сверчков. Возможно, он все-таки питается теми насекомыми, которые прилетают на цветы. Ну а может быть, все-таки этот богомол пока еще сыт. Кстати, а вы сейчас видите богомола? Ну и, конечно, если присмотреться, то можно его заметить. Получается, и богомол, и палочник еще те маскировщики. Только маскировка им нужна для разных целей. Богомолу, например, маскировка помогает охотиться и выскакивать неожиданно на добычу. Ну а палочник маскируется, чтобы его не заметили. Например, когда бородатая гама увидела сверчков, она совсем не заметила, что стоит рядом с палочником. Ну а еще я заметил очень интересное свойство у этих палочников. Когда этот палочник находился на черном столе, то он постоянно пытался с него сбежать. Ну а когда я его положил на песок, то он практически не шевелится. И, как мне кажется, палочник принял песок идеальной средой для своей маскировки. Ну и вот, например, вам еще один наглядный пример. Как видите, даже паук не замечает этого палочника. Кстати, монетку я положил, чтобы вы примерно сравнили, каких он размеров. Ведь даже большой паук на фоне этого палочника кажется совсем маленьким. Кстати, ребят, а какое бы вы дали имя Богомолу или этому палочнику? Напишите варианты имен в комментарии. Ну а лучшие имена мы обязательно покажем в следующем выпуске. И, возможно, именно тебе повезет попасть в следующий выпуск. Ну а что касается встречи паука и палочника, то паук совсем не заметил этого палочника. Если вам было интересно это видео, обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, обязательно поставьте лайк на это видео. Ну а на этом пока все. Всем пока.